Приветствую вас. Что сейчас заключается в следующем? Во-первых, давайте сперва я охарактеризую как-то вот то сообщение, которое вам написала девушка. Я охарактеризую вам тот посыл, который она вносила в своем сообщении. И после этого мы уже с вами пойдем дальше непосредственно по вашей общей проблематике. Итак, начать, пожалуй, стоит с того, что девушка именно в своем сообщении говорит о том, что то, как она раньше воспринимала вас, теперь не так. То есть ее восприятие в вас поменялось, стало другим и изменилось. И связано это как с вами, то есть как с тем, каким вы были в ее представлении, так и в тем, как вы себя подавали по отношению к ней. И я полагаю, что ситуация основополагающая заключается именно в том, что она заблуждалась относительно вас по поводу того, как, например, она о вас думала. То есть вот ее мнение о вас, ее впечатление о вас, значит, оно стало другим. Вот. Значит, это первая и самая главная мысль, которая, на мой взгляд, пронизывает в ее сообщениях. Призывает она вас к действиям или не призывает она вас к действиям в любви? Потому что это ее мысли определенные, это ее позиция, которой она занимает. И будем честны у женщин, у женщин. Эти позиции совершенно разные. То есть они могут меняться довольно-таки часто, и поэтому говорить о том, чего она хочет, я полагаю, нельзя. То есть об этом можно сказать несколько более точно, только в том случае, если будет более полный ее психологический портрет, например. Значит, далее. Вы говорите о том, что вы сильно поссорились 21 февраля. Соответственно, причина ссори важна. Важно разграничение ответственности за то, что произошло. Потому что если этого разграничения ответственности не делать, то можно так и не решить проблему, которая объективно у вас имеется из-за того, что вы поссорились со своей девушкой. Далее, она благодарит вас в своем смс за 21 февраля. То есть это означает, что ссора с вами всегда была для нее определенное значение. Ссора для нее сыграла какое-то принципиальное значение в отношении вас. Может быть, помогла что-то понять, может быть, как-то на нее повлияла. Но в любом случае для нее это бесследно, к сожалению, не прошло. И можно только гадать пока на данный момент, хочет ли она, чтобы вы что-то меняли, или не хочет она, чтобы вы что-то меняли. Это неизвестно. В любом случае, это погадит только анализ. Но я полагаю, что ссора 21 февраля имела довольно серьезное значение для нее. Далее, вы пишите о том, что девушка сказала вам «нет» на примирение. Совершенно непонятно, как вы пытались помириться. Совершенно непонятно, по поводу чего она сказала вам «нет», то есть по поводу чего именно. То есть она сказала, что не простит вас, или она сказала, что не любит вас, или что-то еще было. То есть вот данные моменты неистны, к сожалению. Но в своем сообщении она пишет следующее, что значит «желаю тебе большого сердца и найти себя – это важно для тебя и тех, кто рядом». Она считает, что вы потеряны. И она считает, что из-за этой вашей потери, говорят психологическим языком, из-за отсутствия личностного смысла, и возникли ваши ссоры. То есть чисто теоретически, пока что, если вы найдете себя, по ее мнению, и покажете это ей, то вполне вероятно, что вы сможете помириться. Другое дело, что согласны ли вы на подобное условное примирение, да, то есть примирение при условии чего-то там. То есть, грубо говоря, если отвечать на ваш вопрос, исходя только из сообщения, которое вы привели, то девушка призывает вас к работе над собой. К работе над тем, чтобы вы как-то развивались, росли личностно и вообще открывали для себя всевозможные новые горизонты. И может быть, если вы откроете эти самые новые горизонты, то девушка, ну, проявит к вам свою симпатию, например, вновь. Этот вопрос включается, еще раз повторю, в том, готовы ли вы, согласны ли вы делать какие-то вещи, развиваться, узнавать что-то новое, но не для нее, как вот сейчас, на данный момент получается, а для себя. Вот зависимость от этого, и можно говорить, призывает ли она вас к каким-то действиям или нет. Но в любом случае, помириться с ней сейчас, у вас, вот в вашем настоящем состоянии эмоциональном и психическом, а может быть, даже и личностном для девушки не представляется возможным. К сожалению. Я полагаю, я полагаю так. И таким образом можно констатировать, что если вы любите девушку, если вы хотите быть с ней, то вам необходимо понять, что сейчас с вами она счастлива не будет, и для того, чтобы она была счастлива, сейчас ей нужно быть пока что без вас. Вот, тогда, если вы найдете себя, по ее мнению, и сможете дать ей то, что ей нужно, как, например, женщине, вот, тогда, возможно, вы будете вместе. Но, к сожалению, гарантировать этого не может никто. Если вы решите свои изменения, то только ради себя, а не ради нее. Я надеюсь, что вы об этом будете помнить. Я надеюсь, что вы это будете иметь в виду. Ну, или, по крайней мере, постараетесь иметь это в виду. На этом, в принципе, я думаю, можно закончить мой ответ. Надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, или вам что-то неясно из моего ответа, то, пожалуйста, пишите в личку, буду рад помочь или объяснить. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok